Итак, расширение возможностей консервативного лечения больных миомой матки достаточно важный вопрос, потому что обратите внимание, ведь действительно на протяжении многих лет матка рассматривалась в качестве органа необходимого только для вынашивания беременности. И когда завершалась последняя беременность, то матка считалась бесполезным кровоточащим органом, причиной неприятных симптомов, источником повышенного развития рака. И вот, видимо, вот эти вот положения, вот эти заявления и привели к тому, что до сих пор гистероктомия выполняется слишком часто. Я не буду даже вам показывать частоту гистероктомии в различных странах, но совершенно очевидно, что она является вторым по распространенности после кесарево сечения полостным хирургическим вмешательством у женщин. И вот здесь нужно сказать, что да, удалить матку бывает просто, но гистероктомия действительно наиболее распространенная полостная операция в гинекологии. И, к сожалению, средний возраст пациенток в Российской Федерации, которые подвергаются гистероктомии, составляет 40,5 плюс-минус 3,2 года. И в 90% ретроспективный анализ показывает, что эти гистероктомии в репродуктивном возрасте выполнены по поводу доброкачественных заболеваний, когда уже приходит гистологический ответ. При этом нужно сказать, что в отношении матки, конечно, ошибочно считается, нет органа, нет проблем, потому что на самом деле, когда нет этого органа, проблемы могут только начинаться. И обратите внимание, существуют даже специальные издания за рубежом Соединенных Штатов Америки, потому что жизнь после гистероктомии становится намного хуже. У них даже есть общество взаимопомощи женщин, перенесших гистероктомию. Вы видите, это все действительно так. Но при этом я должен подчеркнуть, что, конечно, гистероктомия бывает адекватна. Бывает адекватна в перименопаузе, в постменопаузе, при больших размерах миомы матки, при сопутствующей патологии, как на этой картинке, при суспециозной патологии. Но здесь нужно подчеркнуть, что частота случайного обнаружения саркомы в миоме матки составляет менее 0,1%. И это, конечно, позволяет рассматривать саркому в узле миомы матки и ДНО, то есть в неизмененном миометрии, равновероятными процессами. Поэтому именно установка на онкологическую настороженность у этих пациенток с миомой матки несостоятельна. Это уже подтверждено во всем мире. Из этого последовали современные международные принципы введения пациентов с миомой матки. Их надо прокомментировать. В связи с тем, что размер, количество, расположение, клинические признаки, репродуктивные планы у разных женщин различаются, лечение должно быть направлено на диапазон клинических проявлений. Но вы видите, мы впервые это начинаем слышать после всех систем обучения, когда нам говорили, лечение должно быть патогенетическое, зачем нам тут направлено на диапазон клинических проявлений, то есть на симптомы. А вот в отношении пациенток с миомой матки появляются такие мнения, что именно характер симптомов определяет выбор лечения, что отсутствуют научные данные, подтверждающие необходимость хирургического лечения так называемой бессимптомной миомы матки. И еще одно важное стратегическое послание, что профессиональные экспертные сообщества высказываются в поддержку лечения в зависимости еще и от предпочтений отдельной пациентки. То есть вот исходя из предыдущего слайда, где я вам сказал, что установка на онкологическую настороженность по сути дела несостоятельна, пациентка может высказывать свое мнение, хочет она остаться с маткой, не хочет она остаться с маткой. И посмотрите, что дальше следует. Женщинам следует сообщать обо всех имеющихся вариантах лечения, медикаментозных, рентгенологических, хирургических, о причинах, почему те или иные варианты могут больше или меньше подходить конкретной пациентке. То есть вот такая индивидуализация, но с учетом пожеланий и мнения самой пациентки. Но в то же время призывают избегать пассивной тактики, которая в итоге, если ничего не делать, а пассивно наблюдать, приведет в конце концов к гистероктомии. Ну, если говорить о медикаментозных методах лечения, в настоящее время реально агонисты гонадотропных релизинг гормонов, селективные модуляторы рецепторов прогестерона. Да, эта история показала и современные исследования. И вот, если говорить об агонистах гонадотропных релизинг гормонов, лечение больных с миомой матки агонистами подробно изучено с 1995 года. До 1995 года это было преимущественное лечение эндометриоза. И вы посмотрите, здесь стрелок, так сказать, не хватает, чтобы показать механизм действия. Не нужно себе представлять, что в отношении миомой матки агонисты гонадотропных релизинг гормонов это просто десенситизация гипофиза и это гормональная аблация. Нет, можно назвать четко верифицированных еще буквально 13 механизмов непосредственного воздействия на ткань миомы матки, агонисты гонадотропных релизинг гормонов. И это имеет особое значение, когда есть сочетанная патология, когда миома матки сочетается с эндометриозом или с гиперпластическим процессом эндометрии, или и с тем, и с другим. Но все-таки здесь нужно подчеркнуть, что несмотря на высокую эффективность агонистов гонадотропных релизинг гормонов в сочетании с эндометриозом, с гиперплазией, эндометрией, здесь другого терапевтического лечения эффективно трудно подбирать. Все-таки побочные явления, поэтому не рекомендовано для долгосрочного применения, но вы знаете, 6 месяцев и так уже считается много. Требуют нередко комбинированных схем лечения, то есть добавление препаратов для менопаузальной гормональной терапии. То есть вы видите, Эдбэк терапия некоторым женщинам нужна, и действительно нужно добавлять 17-бета-эстрадиол, и, наверное, тогда уж трансдермальный. Хотя мы, в общем-то, в свое время показали, что если это купирование именно психоэмоциональных и вегетососудистых климактерических симптомов, то, может быть, можно применить и растительные эстрогены на этот непродолжительный период времени. Но как бы то ни было, коли в настоящее время четко определено, что именно натуральный прогестерон является основным гормоном, стимулирующим рост миомы матки, потому что клетки миомы матки и метагенно, и пролиферативно чувствительны именно к действию прогестерона, то, конечно, появление нового препарата, появление улепристаллацетата имеет очень большое значение. Вот он, улепристаллацетат или эсмия. У него и название – селективный тканеспецифичный модулятор, а не блокатор рецепторов прогестерона. И вот посмотрите, пожалуйста, действительно, когда в организм женщины вводится улепристаллацетат, а это всего одна таблетка 5 мг в сутки, посмотрите, что происходит. Если, почему называется тканеспецифичный, селективный, почему модулятор? Если ткань миома матки, то в рецепторах прогестерона в миоме начинает преобладать большее количество, в составе рецептора прогестерона, большее количество А-белка, а это значит, что в нем не хватает 164 аминокислоты, не хватает одного домена, не вырабатывается ответный элемент, нет транскрипции гена, и таким образом миома матки остается без воздействия на нее молекул прогестерона. Но если ген-мишень другая ткань, то наоборот, вот он, тканеспецифичный модулятор рецепторов. В рецепторах прогестерона в других тканях больше становится Б-белка. Таким образом вырабатывается ответный элемент, происходит транскрипция гена, и это обеспечивает эффективность терапии миомы матки при относительной нейтральности к молочным железам и эндометрию, а также другим эндокринным железам. Вот это важнейший был сделан шаг вперед по сравнению с предыдущими поколениями лекарственных средств. Ну и что в итоге, коли это модуляция, коли это тканец, специфичное действие, или пристало от стата, нет таких побочных эффектов, нет прибавки массы тела, не изменяется артериальное давление, не изменяются печеночные пробы, не изменяется уровень липопротеидов и холестерина, стабилизируется гемоглобин, не усугубляются изменения, ассоциированные с применением модуляторов рецепторов прогестерона. И посмотрите, даже после изученных восьми трехмесячных курсов пули пристала от стата, если это молодая женщина, а такие исследования проведены, возврат к менструации происходит уже через среднем 30 дней. То есть это нет такого, что восстановление там будет происходить через годы или вообще нет. При этом редкие нежелательные явления в наших наблюдениях, если это было, преобладало даже мастодиния, но их то незначительное количество, и понятно, что с этими побочными эффектами бывает очень легко справиться, но и в общем-то мастодином, как и при других гормональных препаратах, может выручать, не мешая действию мулепристалов. Если мы говорим о БЭСМИ, очень хорошо изучены, и мы провели в частности это подробное изучение. И посмотрите, если говорить о клеточном компоненте, миомы матки ингибируют пролиферацию, то есть уменьшают количество клеток, интуцируют запрограммированную клеточную смерть, это паренхематозный компонент, это клеточный. В отношении соединительной ткани ингибируют синтез коллагена, то есть экстрацеллюлярный матрикс подвергается деградации, а ведь именно за счет него чаще всего и увеличиваются миома матки. При этом ингибируются овуляции, но поддерживается уровень эстрогена в крови женщины в соответствующей средней фолликулярной фазе, поэтому нет эстроген-дефицитных побочных явлений, вызывает абсолютно нормальные изменения в эндометрии, при этом только в его функциональном слое, действует супрессивно на гипофиз, вызывая аминорейл, и очень важно, что снижает экспрессию генов, кодирующих не только ростовые факторы, но и ангиогенные факторы. А это, в свою очередь, приводит к тому, что у лепристаллацетат в первые 4-7 дней применения останавливает кровотечение, даже если миомой матки деформирована полость матки, и прав Жак Дане, это мы подтвердили с применением сорбифера, что вместе с препаратами железа способствует полному купированию анемии за 13 недель. А это важно, потому что предоперационная анемия даже легкой степени тяжелесости связана с повышенным риском осложнений, ну и, как вы видите, дают иностранные авторы даже смертности у пациенток, которые будут подвергаться хирургическому лечению. И вот здесь нужно сказать, что да, мы использовали такую ситуацию. Вот клинический пример. Пациентка 27 лет, которая уже была приговорена к гистероктомии, потому что до применения препаратов у нее миомой матки была еще больше, соответствовало 30 неделям. Гемоглобин соответствовал 70 грамм на литр. И понятно, что ей, в общем-то, в другом городе объясняли, что лучше жить без матки, чем умереть с маткой. Иногда это бывает абсолютно справедливо. Но после применения ЭСМИ и сербифера миома уменьшилась до 20 недель беременности. Гемоглобин восстановился, по крайней мере, до 110 граммов на литр. Это позволило провести ей миомэктомию. Вы видите, узел какой измененный, почти как после эмболизации, как после обескровливания. Вот он, удаленный узел, восстановленная матка. Но самое главное, что это все завершилось с детородной функцией. Вот в этом году, на Всемирном конгрессе гинекологической эндокринологии, мы, собственно, это наблюдение и представляли, как действительно успешное завершение еще по всему беременности при послекомплексном лечении гигантской миомой матки с использованием улепресталацитата. Нужно сказать, что это позволяет проводить органосохраняющие лечение и гигантских миом матки. Вы видите, это 28 лет, и это тоже в итоге матка сохранена и завершилась через два года путем операции кесарево сечения, реализации детородной функции. Но я еще раз подчеркну, вот сейчас это становится особо модным на Западе в последних статьях, но мы давно это отметили, что узлы миомы после терапии улепресталцитата могут выглядеть, как после эмболизации. Видите, они даже какого цвета, но при этом не мешают формированию полноценной матки, то есть в миометрии изменений не происходит, и мы это четко оценили. Видите, окружающий миометрий не изменен, и при этом еще очень важный момент, что отсутствуют переваскулярные зоны просто после трех месяцев предоперационной подготовки улепресталацитата. Я сказал сейчас о миомектомиях, но надо честно признать, и это подчеркивают и зарубежные авторы, миомектомия может приводить к образованию спаек. Будь то она выполнена лапароскопически, будь то лапаротомически, будь то это была гистерорезектоскопия, поэтому четкий снова современный посыл. У пациенток с бесплодием, для которых медикаментозное лечение служит приемлемой альтернативой, нельзя пренебрегать этим значимым риском. И посмотрите, пожалуйста, действительно описаны клинические наблюдения успешного лечения уже без операций, а только лечения улепрестала молодых женщин. Вот пациентка 30 лет, которая поступила с менструальным кровотечением, неопределенным желанием беременности, до лечения, вот он, МРТ, наличие множественной миомы матки, вы видите здесь и второй, и третий, и четвертый, и шестой тип, это как раз классификация ФИГО 2011 года по локализации, вот фиксируется у нее такая миома, но при завершении лечения, а это было 4 курса по 3 месяца с двухмесячными перерывами, полость матки оказалась, у нее вот что было, полость матки не деформирована, она в итоге самостоятельно забеременела, выносила, родила, и, пожалуйста, нам показывают маку, уже после родов, год не обнаруживается повторный рост узлов, вот у нее какая матка. Еще один клинический пример, опубликованный в этом году в американском журнале о кушерстве и гинекологии, и опять это продолжительное достаточно лечение, посмотрите, это до назначения ЭСМИ, это 3 месяца женщина принимает, мы видим, как начинают регрессировать эти миоматозные узлы, это 6 месяцев применения, гули пристала от стата, опять же освобождается полость матки полностью, а вот уже 13 недель беременности, вы видите, а вот уже и 32 недели беременности, ну а это 12 недель после родов, вот такая у нее стала матка. Это самостоятельно пролонгированное лечение улепристал ацетатом, при этом выяснено, почему не растут узлы во время беременности после использования улепристал ацетата. После первичного апоптоза, о котором я говорил под действием ЭСМИ, формируется популяция клеток, которые становятся менее восприимчивы с приимчивой гормональной стимуляцией прогестероном, которые, как я сказал, ведущие в росте миомы матки, это может приводить как раз и к отсутствию роста миомы матки во время беременности, и, как вы видели, к продолжающейся деградации узлов после родов. Вот, обратите внимание, 11 ноября, буквально несколько дней назад, 2016 года, на 24-м Всемирном конгрессе КОГИ состоялся спор Жака Дане и Якуба Халафа, то есть двух ведущих, так сказать, миомщиков, скажем, один из Великобритании, другой из Бельгии, и дебаты состоялись, как лечить миому матки. Вообще, если это интрамуральная миома матки, вы видите, 3 сантиметра и больше, нужно ли ее оперировать, по крайней мере, перед ЭКО, перед ВРТ? Жак Дане говорит, да, и Якуб Халаф говорит, нет. И, посмотрите, Жак Дане предлагает алгоритмы лечения той женщине, которая желает быть беременной, но с применением, в том числе, вы видите, и хирургических методов лечения, то есть подготовка, может быть, или пристала в статам, хирургические методы лечения. А Якуб Халаф сравнивает миомотомию при 3-сантиметровой миоме, интрамуральной миоме матки, ну, вот с таким воздействием на орех кувалды, как вы видите на этой картинке. Но спор ведущих специалистов Бельгии и Великобритании, Жака Дане, вы видите, и Якуба Халафа, а это уже рефери из Италии, ведущий специалист по миоме матки, показывает, что это превращается в самую настоящую схватку. Но итог таков. Индивидуальный подход, индивидуализация, есть ключ. Вы видите, яблоки могут быть разные, и я всегда говорил и настаиваю, дифференцированный подход к лечению миомой матки. Сколько узлов, деформированного полоса, есть репродуктивные планы, больше размер, меньше размер, само желание женщины и так далее. Я в этом смысле должен сказать, что в настоящее время более 310 тысяч женщин в 65 странах мира получили лечение препаратом ЭСМИ. И вот долгосрочное, интермитирующее фармакологическое лечение, по крайней мере, четко показано, это возможность избежать гистероктомии и ее негативных последствий. А может быть, не только гистероктомии, а вообще хирургического лечения миомой матки. И вы видите, в 2016 году и в Российской Федерации расширены показания для применения этого препарата, то есть не только предоперационная терапия, но самостоятельная курсовая терапия умеренных и тяжелых симптомов миомы матки. И вы видите, 3 месяца лечения, 2 месяца интервала. И вот я должен подчеркнуть важную вещь. По нашим данным, как самостоятельная терапия, ЭСМИ наиболее актуальна перед приближающейся менопаузой. Потому что длительность терапии с адекватными, они могут быть, вот здесь могут быть чуть больше, с адекватными интервалами может составлять аж 39 месяцев. Это 3,25 года и достаточно для перехода женщины в постменопаузу, а там и возрастная инволюция. Ну и нужно подчеркнуть, что, видимо, правильно на современном этапе позиционируется, что ЭСМИ это новая эра в лечении больных миомой матки. Вы видите, только около 5% пациенток не удается достичь клинического эффекта при применении этого препарата. И я в заключении должен вам показать перспективы консервативного, но подчеркнув еще раз, что когда я говорю консервативного, это происхождение от латинского глагола консерво, то есть сохранять, таким образом, органа, сохраняющего лечение миомой матки с использованием современного препарата ульпристал-ацетат. Смотрите, лечение симптомов, нормализация качества жизни, о чем только что как раз и говорили и Вера Николаевна, и Владимир Николаевич. Подготовка к органно-сохраняющей операции, да, если это соответствующие миомы, которые явно мешают выполнению репродуктивной функции. Профилактика рецидива после миомоктомии. И вот важный момент. Возможность отсрочий имеется в виду, что значит отсрочий. Ну, у женщины кровотечение, у нее низкий уровень гемоглобина, и она стоит одной ногой на грани гистероктомии. То есть отсрочить и сделать органно-сохраняющую операцию, или даже избежать эту операцию. Спасибо вам большое за внимание.